В регионе продолжается работа по доведению средней заработной платы трудящихся до среднего минимума в 22 тысячи рублей. С этой целью в каждом муниципалитете созданы профильные межведомственные комиссии, которые индивидуально работают с предпринимателями, но, кроме того, регулярно выезжают в рейды по организациям и предприятиям на предмет нарушения норм трудового законодательства. Один из них на днях состоялся в Губкинском городском округе. Участие в нем приняли и специалисты регионального управления по труду и занятости населения. Подробности в сюжете Александры Прозоровой. Первая точка маршрута предприятия Губкин электроремонт в поселке Троицком. Здесь чинят электрооборудование. На предприятии трудится более 60 человек. Если в прошлом году специалисты не получали и 20 тысяч, то сейчас среднее вознаграждение за труд порядка 25. С момента подписания соглашения с правительством о повышении зарплаты руководство предприятия всерьез задумалось о мерах, которые помогут этого добиться. Улучшение работ с заказчиками, привлечения новых заказчиков. В этом году мы начали участвовать в тендерах крупных предприятий. Значит, это такие, как Столинский урнообогатительный комбинат. Новых заказчиков смогли найти и в архитектурно-планировочном бюро. За последний год зарплата здесь выросла больше, чем на треть. Сейчас специалисты в среднем получают 26,5 тысяч. Помогла активная реклама, а как следствие привлечение новых клиентов и крупных строительных компаний, простых горожан. А вот в организации «Стройлидер», торгующей стройматериалами, дела обстоят иначе. Средняя зарплата здесь чуть больше 10 тысяч. Причина – низкая покупательская способность. Зал пустой. То есть мы бы с удовольствием платили большие зарплаты. Мы только за, у нас идет процент от выручки и оклад. Я не знаю. Может, мы завтра вообще закроемся? У нас речь идет вообще о закрытии торговой точки. Администрация готова оказать поддержку. Индивидуальных предпринимателей регулярно приглашают на межведомственные комиссии. Цель – общими усилиями найти возможные пути поэтапного увеличения зарплат. Сейчас в мониторинге более 175 организаций. 54 руководители уже заключили соглашение о доведении зарплат до среднего минимума в 22 тысячи. Но есть и такие работодатели, которые не стремятся платить достойно, да еще и нарушают закон. Руководство предприятия «Земляки» в пекарне и кондитерской ведет себя совершенно не по-землячески. За последние два года на организацию поступило больше десятка жалоб в прокуратуру. В большинстве случаев, как только мы начинаем проверку, у него все погашается, он выплачивает заработную плату. И, значит, потом все затихает до следующей жалобы. Если они появятся в ближайшее время, прокуратура обратится в суд с требованием приостановления деятельности предприятия. Однако сам предприниматель по-прежнему ни с администрацией, ни с прокуратурой на связь не выходит. А действующие работники о нарушениях молчат. Какие-то жалобы есть на работодателя от ваших бывших работников, бывших коллег в прокуратуру? Постоянно поступают жалобы на нарушение трудового законодательства. То есть часть неоформления и заключения трудового договора, неоплата больничных листов. Как вам? Вы давно здесь работаете? Я работаю уже второй год, у меня никаких претензий. Вы подписывали трудовой договор? А заработная плата какая у вас не стоит? Как вам сказали заработать? Ну, как есть? Сколько? Секрет. Секрет девушка дополняет фразой «на жизнь хватает». В итоге замкнутый круг. Умалчивая о нарушениях и работая за вознаграждение в конверте, работник собственноручно ограничивает свои права. Статистика показывает о том, что все-таки есть жалобы потом на невыплату заработной платы. И оказывается, когда приходят люди по таким фактам и говорят, что мне должны там, допустим, 30 тысяч за месяц заплатить. При том, при всем, что показывает трудовой договор, заключенный на 7-800, к примеру, да, или на 10 тысяч. Вот эти бывшие работники, которые ранее соглашались работать по серым схемам, не могут взыскать положенную и заработанную заработную плату. Нужно помнить и о том, что отразится зарплата в конверте и на размере будущей пенсии. Сообщить о серой зарплате всегда можно в администрацию своего города или района, или напрямую в Государственную трудоинспекцию или Управление по труду и занятости населения Белгородской области. Их номера вы видите сейчас на экране. Александра Прозорова, Виталий Петренко. Новости Мира Белогорья.